Эта площадка леса находится вблизи деревни Михалин. Недавно здесь проходили заготовительные работы, поэтому и решили, что это лучшее место для восполнения посадки. Подсчитано, что на гектар необходимо порядка 6 тысяч саженцев. Площадь, с которой необходимо засадить, 2,4 гектара. Все саженцы местные, выращенные в Минянском питомнике Брестского района. Есть и технология посадки. Ели чередуются с березами. Мы всегда возобновляем те, что вырезаются леса. Идет возобновление, посадка. Сосна садится. У нас технология идет. 8 сосны, 2 березы, 2 ряда березы. После того, как пройдет посадка, естественно, идет уходы молодняков, чтобы то, что посадили, оно росло. Не запускаем осветление, уходы. Среди тех, кто в этот день присоединился к работам, представители Брестского отделения Белорусской железной дороги, образование и врачи, а также студенты Брестского государственного технического университета. Всего порядка 40 человек. В неделе леса акция традиционная. Если честно, для меня первый раз. Леса первый раз. Поэтому с большим удовольствием поддержала инициативу, выразила согласие. Очень здорово. А чем здорово? Свежий воздух и деревья, они же сколько будут расти после нас. Представляете? Мы еще потом за грибами сюда приедем. Люди отозвались очень положительно на эту акцию. Изъявили желание поучаствовать. Но все мы понимаем, что лес – это самое, скажем так, дорогое достояние нашей республики. И сегодня лес – это бренд, который узнаваемый везде. Начиная от того, что республика у нас очень зеленая, и также выпускаемый продукции из изделий, которые получаются в результате переработки леса. Поэтому наша задача – озеленить нашу республику и сделать нашу страну еще красивее. Всего же этот участок в лесничестве при помощи энтузиастов планируется засадить за пару дней. А в целом подсчитано, что для того, чтобы лес снова вырос до такой же высоты, должно пройти порядка 90-100 лет. Поэтому необходимость работ очевидна.